Татьяна Кругликова. Маркетинг замужества. Современный подход к поиску любви и женского счастья. Посвящается каждой женщине достойной любви по праву рождения. Предисловие. Сегодня 15 февраля 2021 года. Я сижу в бизнес-классе самолета Анталия-Москва. Мы с мужем возвращаемся домой после праздничного уикенда в красивом отеле на берегу моря. Летим к нашей маленькой дочке, которую безумно любим. Вчера был мой день рождения. Да, именно 14 февраля. Я родилась в день влюбленных. Но в том и была трагикомичность этого факта. До 35 лет этот праздник был не моим. Меня поздравляли друзья и говорили, конечно же, уродившись в такой день не может не быть любви. Но ее не было. Ни в 16, ни в 20, ни в 25, ни даже в 30 лет. Периодически возникали отношения с мужчинами. И не каждый день святого Валентина я была одна. Но все это было не то. Я была одинока. С будущим мужем мы познакомились в день его рождения. Оба были в одном аэропорту. Он летел с друзьями в Гамбург. Я с подругами отправлялась в Италию. Как потом оказалась, любимую нами обоими. Уже сидя в самолете перед взлетом, он открыл интернет-сайт, который показал женщин поблизости. Увидел мое фото и то, что я нахожусь совсем рядом. И написал мне. Мужчина спросил, куда я лечу. Завязалась переписка. Узнала ли я сразу в этом мужчине будущего мужа и отца нашего ребенка? Нет. И не было того самого клика. Это он. Все развивалось медленно и спокойно. Несколько месяцев мы общались по телефону, в соцсетях и мессенджерах. У нас даже оказались общие знакомые, что порадовало, потому что ни он, ни я не ожидали ничего серьезного от интернет-знакомств. А потом в моей жизни случился поворотный момент. К тому времени я уже много лет занималась духовными практиками и внутренней работой. Периодически пробивалось желание бросить работу в офисе, где я была вполне успешна, уехать к океану и продолжать практиковать. И вселенная услышала меня. Она откликнулась в виде предложения от конкретного мужчины. «Поехали на Бали, на еду нам хватит». И ровно в тот момент я поняла, чего хочу в жизни. Я не хочу так. Хочу жить в социуме, быть успешной, окружать себя красивыми вещами, иметь возможность путешествовать, ходить в театры и салоны красоты. Я, наконец, четко увидела, как хочу жить. Я написала пост у себя в соцсетях. Продолжаю отслеживать, как каждым решением, каждым выбором, в каждой точке строю свою судьбу, свою жизнь. Я тут на днях кое-что для себя не выбрала. Вернее, не так, выбрала кое-что другое. Волнительное чувство. Но одно дело, когда это вот так отчетливо ощущается, а мелкие решения ведь порой вообще не отслеживаются. Что ж, строим жизнь дальше. Мой будущий муж отреагировал именно на этот пост. Он хотел узнать подробности. Мы созвонились и договорились о встрече. Причем утром, потому что и он, и я очень любим завтракать вне дома. Мы завтракали четыре с половиной часа. Потом в тот же день встретились на ужин и больше никогда не расставались. Мы жадно узнавали друг друга, рассказывали о своей жизни и о том, что нам обоим пришлось пройти до этой встречи. Чем больше мы общались, тем больше я понимала, насколько этот мужчина соответствует моим мечтам. И это стоило того, чтобы мечтать, ждать и работать все эти годы над собой. Мой муж учит меня жить и кайфовать, получать от жизни удовольствие. Учит выдерживать границы и смотреть на мир чуть более рационально, чем порой смотрю я через свои розовые очки. Мы счастливы вместе. Я пишу этот текст, когда основная часть книги готова. Я уже получила позитивные отзывы от первых читателей рукописи. И это бесконечно вдохновляет. Все не зря. Долгий путь к любви. Множество осознаний и море боли на пути. И я счастлива, что вы читаете сейчас эти строки. Вчера, когда меня поздравляли с днем рождения, десятки женщин сказали спасибо за онлайн-проект «Маркетинг за мужество», который живет в соцсетях. За мою смелость, открытость и искренность. За то, что говорю о том, что на самом деле женщину делает счастливой. А что иллюзия. Я уверена, что ваша жизнь разделится на до прочтения, прослушивания этой книги и после. Очень много в ней личного, глубины и правды. В ней нет клишей и шаблонов. В ней есть энергия, душа и жизненный опыт. А опыта хватало. Жизнь ставила передо мной столько непростых задач. Преподносила столько тяжелых уроков, что было, что прорабатывать и на чем учиться и расти. Очень прошу вас воспринимать информацию, не сопротивляться ей. Внутреннее сопротивление часто не дает нам выйти на новый уровень жизни, отношений. Каждый раз, когда хочется мысленно со мной поспорить, вспоминайте, что у меня это сработало. Желаю вам осознаний и невероятных изменений в жизни. Пусть в ней все будет так, как вы мечтаете. И пусть день всех влюбленных после прочтения этой книги станет счастливым для вас, как и все остальные дни в году. Приятного прослушивания! Введение. Что такое маркетинг замужества? Маркетинг является наукой и искусством изучения, создания и продажи определенной ценности с целью удовлетворения потребности и получения прибыли. Филипп Котлер. Профессор международного маркетинга. Казалось бы, какая может быть связь между маркетингом, который является стратегией бизнеса, и таким глубоко личным вопросом, как выбор пары и создание крепкой счастливой семьи? Ведь почти все девушки мечтают выйти замуж не просто так, а по большой любви. А любовь – светлое чувство, которое никоим образом не связано ни с расчетом, ни тем более с какими-то продажами. Чувствами не торгуют. Цепочка влюбились, поженились, жили долго и счастливо закладывается в голову девочки еще со сказками раннего детства. Принцы на белом коне, которые непременно появляются в жизни сказочных принцесс и замечательных простых и добрых девушек, поселяются в девичьих грезах и мечтах. Но сколько царевин, сидящих у окошка, реально дожидаются своего принца? Жизнь не сказка, но именно реальная жизнь предоставляет сказочные возможности тем, кто вооружен современными знаниями. Маркетинг – лучшая, на мой взгляд, технология, применимая во всех сферах жизни. В этом я убедилась на собственном опыте. Моя счастливая семья – результат хоть и неосознанного, но использования грамотных маркетинговых стратегий. Удивлены? Не верится, что так бывает? В этой книге я шаг за шагом расскажу, как именно маркетинг поможет удачно выйти замуж и создать счастливую семью. Но давайте обо всем по порядку. Я закончила Московский институт стали и сплавов с красным дипломом, но всегда знала, что работать в металлургии не буду. На последнем курсе устроилась в маленькое рекламное агентство продавать рекламные материалы и очень быстро поняла, что продажи – не то, от чего у меня горят глаза. Но и в этой работе были плюсы. Главное, что мне в этот период открылся маркетинг, хоть и с другого берега. Я общалась и работала с бренд-менеджерами крупных корпораций. Параллельно стала читать и изучать, что такое маркетинг. И вот тут случилась наша с ним любовь. Любовь такая, что за ней я пошла на край света. Я упорно искала работу в отделе маркетинга, несмотря на нулевой опыт в этой области и техническое образование. Кто ищет, тот всегда найдет. Это был не идеал, но хорошее начало. Ассистент бренд-менеджера российской компании. Должна признаться, маркетинг там был так себе. Ориентирование на продажи, минимизация маркетингового бюджета – это было больше про закупки и формирование ассортимента внутри бренда. Но это был тоже опыт, определенный пазл в той картине мира, которую я имею сейчас. Следующим этапом была иностранная компания с известным брендом, но дешевым продуктом, которому маркетинг нужен был отчасти. Вывод новых продуктов и вкусов на рынок, ценовые акции, производство торгового оборудования. Я встретила здесь прекрасных людей, но не нашла классический маркетинг, с которым хотелось работать. Тогда школой маркетинга считалась американская компания Procter & Gamble. Брали без опыта и учили всему с нуля – сильная аналитика, мощные менеджеры, активное развитие лидерских качеств. Попасть туда было непросто – несколько собеседований и тестов. Но я очень хотела. Пёрла как танк, что называется. Работала тогда в компании-лидере на брендах номер один в своих категориях. Это не было места работы моей мечты, но опыт я получила колоссальный. Потом было печенье юбилейное, запуск юбилейного утреннего. Пока в итоге талантливый рекрутер не продал мне и меня компании Лего. Я люблю маркетинг. Каждый раз на собеседованиях говорила, маркетинг – это про жизнь, про людей, это психология. Его законы управляют нами и нашей жизнью. Да, маркетинг может и обманывать. Именно поэтому для меня всегда было важно, с какими брендами и каким продуктом работать. Реклама и упаковка – это ещё не всё. Что? Изначально важен продукт, его качество и кому он нужен. В основе маркетинга лежит удовлетворение потребностей людей. Меня так поглотило желание стать профессионалом в своей области, что я закончила курс рекламы и маркетинга в МГУ. А когда этого показалось недостаточно, получила диплом профессионального маркетолога чартерного института маркетинга в Лондоне. Работа в крупных корпорациях и международное образование вырастили меня до профессионала. На любом бренде и продукте я всегда говорила – продадим. Это всегда вопрос правильной аналитики, выводов и решений, планов, инвестиций и затем реализации задуманного. Если подходить к делу с умом, знание дела и желанием увидеть результат, с очень высокой вероятностью он будет. Навыки достижения результата через маркетинговые инструменты помогали мне во многих жизненных вопросах, начиная с привычки задавать вопросы – что не так, почему не получается, и заканчивая конкретными действиями, умением делать красиво, качественно, продумывая шаги. Одним из ключевых, долгое время нерешаемых вопросов была неустроенность личной жизни. Подруги выходили замуж и рожали детей, а я даже не встречалась ни с кем. Или отношения с мужчинами не приносили удовлетворения и точно не вели к браку и счастью в семейной жизни. Несколько лет я анализировала и разбиралась, понимая проблему за проблемой. Предпринимала конкретные действия по исправлению ситуации. При этом шла путем маркетинговых технологий, которые были уже в крови. И это принесло желанные плоды. Я встретила любовь всей своей жизни, идеального для себя мужчину, с которым мы создали семью и родили ребенка. В моем окружении много девушек, знакомых и подруг, которые занимаются любимым делом, неплохо зарабатывают, путешествуют, хорошо выглядят, но счастья в личной жизни не находят. Стараются выглядеть еще лучше, зарабатывать еще больше, чтобы в конце концов встретить мужчину из своих грез. Получается далеко не у всех. Причина в том, что девушки плывут по течению, с настроением само наладится. Не смотрят на аспекты, которые ключевым образом влияют на личную жизнь. Или вовсе бездействуют, как царевна у окна в ожидании принца. Я прошла весь этот путь сама и предлагаю системный подход, обзор сферы областей, которые нужно проанализировать и разработать план действий. Делаю я это с помощью моего любимого маркетинга, который помогает продать абсолютно все. Прежде чем двигаться дальше, предлагаю вам для наилучшего понимания познакомиться с терминологией маркетинга замужества в параллели с классическим маркетингом. Тут я предвижу возмущенные возгласы читательниц. Я же не товар, почему я должна себя продавать? Знаете, мне нравится вынесенное в начале этой главы определение маркетинга, которое дал профессор Филипп Котлер, где ключевое слово для меня – ценность. Вот так давайте на себя и смотреть. Вы точно не товар, вы ценность. Самая большая ценность для себя. И можете стать величайшей ценностью для человека, который захочет связать с вами судьбу. Пусть не смущает вас тут слово «потребитель», а прибылью для вас обоих будут те самые крепкие отношения, любовь и счастливая семья, о которой вы мечтаете. Здесь хочу сразу оговориться. Отсюда и далее я буду применять маркетинговые и бизнес термины, чтобы четче донести суть. Анализировать будем свойства продукта, узнаваемость и дистрибьюцию. И еще раз прошу не воспринимать проведенные между человеческой жизнью и бизнесом параллели, как оскорбление или обесценивание человеческой души. Далее, слушая аудиокнигу, вы поймете, что подходить к вопросу во многом мы будем через душу женщины.